МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жажда. Неподвластное желание организма получить то, что наше тело теряет ежеминутно. Влагу. Мы стараемся восполнить её любым доступным способом. Ведь всем известно, что без воды наш организм испытывает колоссальную нагрузку. Ребёнок, молодой человек, взрослый, ему необходимо восполнять водный баланс. Без воды мы не выживем, потому что для организма вода незаменима. Мы пьём воду, сок, газированные напитки, компоты, морсы и чай. Холодный чай в бутылках. С приходом лета и особенно в такую жару его ассортименты, соответственно, продажи в Казахстане увеличиваются в несколько раз. Холодный бутилированный чай занимает где-то 1,4 часть от всего объёма напитков. Пик популярности данных напитков растёт именно в жаркую погоду. Но кто даёт гарантию, что утоляем жажду, мы даже не полезным, а хотя бы безопасным напитком. Опасность может таиться в каждой бутылке. Здравствуйте. В эфире программа «Осторожный импорт». И в ближайшие 10 минут мы расскажем, как правильно выбрать холодный бутылированный чай, если времени и возможности приготовить свежий, ну совсем нет. И на что обратить внимание при выборе прохладительного и тонизирующего напитка. Уральск. Знойный июнь. По заверениям метеорологов, он жителям западной части нашей страны, как и планеты, запомнится 50-ти градусной жарой. В тени. И лето, по подсчётам уже других исследователей, стало самым тёплым за последние 134 года. Но чай оказался вовсе не чаем. Какой-то, я не понимаю, подделка или что, что они туда добавили. Но там был спирт. Выйдя из магазина, я сразу сделал глоток. Во рту всё обожгло. Было неприятно. Такого от бутылки чая, который Сергей покупал до этого дня регулярно, он не ожидал. Ведь не из дешёвых. Намеренно выбор пал на импортного производителя. От непонятной жидкости исходил довольно неприятный запах. Что именно добавили в эту бутылку, если производная начала гореть? Сел в машину, приехал домой, думаю, что же там интересное. Взял ложку, взял спичку, поджёг, горит. Это история о том, как всего один глоток уберёг нашего героя от вероятного отравления. Но не всегда яд в дорогих бутылках можно распознать сразу. Недавнее исследование Нью-Йорк Таймс показало, ради экономии зарубежные производители иногда используют загрязнённый свинцом самые дешёвые чайные листья из Китая. Лабораторные испытания показали, любимый многим зелёный чай не так полезен, а зачастую даже вреден. Исследователи выяснили, фасованные напитки, которые продаются как зелёный чай, часто просто подслащённая вода. И это ещё не самое худшее. Ради экономии в них иногда используют загрязнённые свинцом самые дешёвые чайные листья из Китая. Вместе с тем в них очень много сахара. В заблуждение может вести неправдивая реклама готовых фруктовых чаёв, которые заполнили полки магазинов, утверждали защитники прав потребителей из компании «Фудвотч». На самом деле под фруктами, заявленными в названиях холодных чайных напитков, как правило, скрываются обычные ароматизаторы. А реальное содержимое чая, известного своими антиоксидантными свойствами, составляет иногда меньше 1%. Дело в том, что людей подсадили, можно так сказать, в кавычках, на эти напитки. Просто подсадили. Следовательно, самый интересующий потребителя вопрос о бутылированном чае состоит в том, действительно ли это чай. Требований по физико-химическим показателям к холодным чаям нет. Поэтому правильнее всего сравнивать их с обычными листовыми чаями. Если его заварили, через несколько часов очень многие эффекты уже пропадают. Эффекты катехинов, эффекты кофеина, он снижается уже. И идёт распад некоторых компонентов, которые уже не являются полезными, не становятся неполезными. Поэтому считается, что чай, который простоял несколько часов, он не очень-то полезен. Другое дело, промышленное производство вот этих бутылированных чаят, здесь специально на бутылочке даже написано, специально хранить от света подальше. Вот опять же, чтобы не распадалось в процессе хранения вот те компоненты, которые они там заварили. В некоторых случаях там действительно используются компоненты чая заваренного, но добавляют туда ароматизаторы вкуса. Холодный пателлированный чай казахстанцы покупали всегда. Особую популярность он получил в 2007 году. Тогда, в конце 2000-х, кстати, его доля на рынке безалкогольных напитков росла ежегодно на 17%. И вот теперь чай занял собственную нишу на потребительском рынке. Этот момент учли и поставщики, импортирующие прохладительный напиток в нашу страну. Его везут в первую очередь из России, Узбекистана и Кыргызстана. Для гурманов чаи поставляют из Швейцарии, Франции, Дании и Нидерландов. Фудвотч призывает потребителя остерегаться обманчивой рекламы и упаковок, которые обещают целительную силу природы, освежающий эффект и хорошее самочувствие. Ведь чего только не выпьешь, когда не тебя давит эта невыносимая жажда. В такой зной укрыться от палящего солнца можно, наверное, только в тени. И то, если захватить с собой бутылочку прохладительного напитка. Многие из нас выбирают холодный чай, но немногие из нас задумываются, как и где он производится. Зарубежные исследователи определили, что в одной бутылке холодного чая, произведенного у них там за границей, содержится 6 чайных ложек сахара. Выходит, что мы не утоляем жажду, а съедаем дневную порцию этого подпластителя. Но порой сахара оказывается даже больше заявленного. Это показали зарубежные исследования. В двухлитровой упаковке популярного на Западе готового чайного напитка содержится целых 47 кубиков сахара. Такой чай, щедро приправленный подсластителем, опасен не только для больных с сахарным диабетом, но и для здоровых людей. Ведь, как доказали ученые, именно сахар является главным питательным веществом для раковых клеток. Но мы не можем от него отказаться. Назвать его чаем мы, конечно, не можем. Настоящий чай – это тот чай, который мы заварили сами дома. И если мы не можем заварить, то можем хотя бы распознать чайных самозванцев. Мы попросили врача-диетолога, гастроэнтеролога и знатока зеленого чая рассказать все о представленных перед ней напитках. Эффект не заставил себя долго ждать. Как во французском доме. Потому что резкие, очень резкие запахи, особенно вот где малина. Резкий запах – это главный признак того, что в чай есть не только заявленные вкусовые добавки, но и искусственные ароматизаторы. И мы решили проверить, есть ли в этих бутылках еще какие-то их химические друзья. Вариант номер один. Вот это у нас чай, написано с лимоном. Здесь очень много сахара. Кстати, смотрите, он здесь газируется. Вообще в чай не добавляется газ. Я как знаток зеленого чая его вообще не чувствую даже. Только бутылочка зеленая, и все. Вариант второй. Черный чай с персиком. Здесь больше похоже на разбавленную колу. Кстати, опять же газы вышли. И, опять же, сахар. Персика даже, как говорится, и в помине нет. Значит, это ароматизатор. Вариант третий. Чай с малиной. Должен быть или чай, или морс, конечно, малиновый, или клубничий. Но не сочетаем. Опять же, очень сладкий чай. Но здесь есть запах малины. Да, запах малины есть. И все, и больше ничего. А чай тут даже и не пахнет. Это не чаи, это напитки. То есть это вода, разбавленная ароматизатором. Если к фактам, то это вода плюс химия. А значит, в каждой новой бутылке дополнительный аллерген. Но агрессивный маркетинг делает свое дело. В длительных поездках за рулем холодный зеленый чай – это лучший напиток, который можно взять с собой в дорогу. Каких-то особых, четко регламентированных пищевых нормативов или ГОСТов для вкуса и состава холодного чая – нет. Этот факт стал одним из моментов отравления в начале лета двух малышей в Калининградской области. Дети выпили по бутылке холодного чая, заполненных мыльной жидкостью с ароматизаторами. Даже если это учесть, можно сказать, что пить все же что-то надо. Поэтому на будущее, составляя свой список прохладительных напитков, учитывайте, кому вы можете доверять. Ведь иногда за выбранную дороговизну популяризированных импортных фабрикантов можно поплатиться. Редактор субтитров А.Семкин